ТРАССА 101 Приветствую в эфире ТРАССА 101 Владимир Сметанин не нарушает почти В России выросло число угонов автомобилей. По данным МВД в феврале этого года было зафиксировано 500 с небольшим таких преступлений. В марте уже более 600. В полиции говорят, что злоумышленники стали чаще красть машины для их дальнейшей разборки и продажи по запчастям. В зоне риска находятся в первую очередь модели массового сегмента. В столице это, к примеру, кроссоверы Kia Sportage и Hyundai Santa Fe. Стражи порядка считают, что в ближайшие месяцы ситуация с угонами усугубится. ТРАССА 101 В ГИБДД уточнили, кому из россиян все-таки придется поменять водительское удостоверение, срок действия которого заканчивается в 2022-м либо в 2023-м годах. Ранние власти приняли решение автоматически продлить действие таких документов на три года. Послабление не распространяется на случаи а. Утери прав, б. Появления медицинских ограничений и в. Смены личных данных водителя. Кроме того, новые удостоверения потребуются гражданам, которые собираются выехать за границу. ТРАССА 101 Автоваз могут купить китайцы. Пока большей частью отечественного автогиганта, почти 68%, владеет Рено. Остальное принадлежит Ростеху. Французская компания еще в марте заявила об уходе из нашей страны. По одной из версий, ее долю может выкупить некая корпорация из Поднебесной. Второй вариант заключается в том, что Волжский автозавод станет полностью российским. Потенциальные хозяева контрольного пакета якобы структуры того же Ростеха или Минпромторга. Кстати, до конца прошлого года Автоваз юридически российским не являлся. Он был зарегистрирован в Нидерландах. ТРАССА 101 Автомобили марки Lada в настоящее время являются самыми продаваемыми на вторичном рынке среди авто возрастом до 5 лет. На втором месте находится Kia, на третьем – Volkswagen. Рейтинг составил сервис Сберавто. В категории от 5 до 10 лет лидирует Nissan. Серебро у Volkswagen, бронза у Kia. Наиболее востребованы Nissan Qashqai, Volkswagen Polo и Nissan X-Trail. Среди денег 15-леток и 20-леток равных нет Toyota. И в первую очередь модели Corolla. ТРАССА 101 В Британии в этом году может быть принят закон, разрешающий движение по дорогам страны беспилотных автомобилей. Власти королевства возлагают на данный вид транспорта большие надежды. Среди плюсов – снижение числа ДТП, так как будет исключен человеческий фактор, многомиллиардные инвестиции в производство беспилотников и тысячи новых рабочих мест. В законодательство планируется включить два важных момента. Во-первых, если машина в беспилотном режиме попадет в ДТП, то водитель ответственности нести не будет. Во-вторых, однако, человек в случае возникновения нештатной ситуации должен будет брать управление на себя. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова. Подписывайтесь на наш телеграм-канал ТРАССА 101. До свидания.